Дмитрий Ретих Дружи Души Твои Я светле очистил Еси. На храм в честь святого Никифора Прокоженного, строящийся в рудничном районе Кемерово, установили купол и надкупольный крест. Поколение с Богом. В Музее Истории и Православия на земле Кузнецкой состоялось открытие экспозиции, посвященной священническим династиям. Счастье и вера. О том, как связаны эти понятия, правящий архиерей рассказал ученикам Кемеровской школы. 20 октября в актовом зале Кемеровского епархиального управления состоялась встреча митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха, главы Кузбасской митрополии, с депутатами Совета народных депутатов Кемеровской области. Тема встречи – вопрос выведения абортивной деятельности из области обязательного медицинского страхования. Во встрече приняли участие председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Владимирович Синицын, Тимур Ахмадулович Бекчантаев, муфти Духовного управления мусульман Кемеровской области, епископ Новокузнецкий и Таштагольский, Владимир Духовенства Кемеровской епархии. Спасибо вам большое за эту встречу, спасибо большое за то, что предложили нам прийти, за то, что вы приняли участие. И очень надеемся, что с совместными усилиями мы будем дальше бороться с этим явлением. В начале мероприятия с приветственными словами к присутствующим обратились митрополит Аристарх и Алексей Владимирович Синицын. После чего глава митрополии выступил с докладом, посвященным позиции церкви, относительно вывода аборта из системы АМС. Особенно отмечаем, что церковь, обратите внимание, не выступает за полный запрет абортов, но налогоплательщики православного вероисповедания выступают за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования в связи с тем, что без их согласия отчисляются средства по сути на совершение греха где-то убийства, который называется абортом. То есть верующие люди, христиане, становятся невольными соучастниками этого греха, этого где-то убийства, ущемляясь таким образом их религиозные чувства и права. Выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования не приведет к полному запрету абортов. Мы не ставим такой цели. Прекращение финансирования операций по искусственному прерыванию беременности и средств бюджета направлено лишь на то, что желающие совершить этот грех с христианской точки зрения оплачивают данную операцию за счет собственных средств. Мероприятие продолжилось обсуждением поставленной темы и вопросами аудитории к президиуму. Дай Бог, чтобы наше мероприятие было полезным, чтобы оно не просто посидели, поговорили, получили какие-то определенные эмоции, а самое главное, чтобы мы смогли сделать полезное, доброе, хорошее дело и в то же время отойти от каких-то греховных поступков. Поэтому мы поддерживаем то, что от нас зависит, мы готовы. Давайте совместно посмотреть. Я понимаю, что это очень глобальная проблема, но ее нужно делать и можно сделать только когда мы будем вместе, когда это будет вы как государственные люди, мы как духовенство. И важно ведь не только, что вы посмотрите на нас и скажете, что только наше предложение. Я думаю, мы готовы услышать и ваше предложение, как решать этот вопрос. Представители депутатского корпуса поблагодарили владыку Аристарха за организацию встречи, отметив ее несомненную пользу. Ведь только благодаря общению люди начинают лучше слышать друг друга. На новом храме в честь преподобного Никифора Прокоженного в Рудничном районе Кемерово, строительство которого началось в июне текущего года, на прошедшей неделе осветили надкупольный крест и купол. Дай Бог, чтобы тот купол и крест, который венчает этот купол, который мы будем сегодня освещать, он привлекал людей, которые живут здесь рядом. И чтобы по молитвам Никифора Прокоженного преподобного, очень многие люди получали утешение, заступничество и помощь. Помолимся об этом. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесным, утешителю души истины, Ближе везде сы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, иди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спасти блажа души наша. Преподобный Никифор в миру Николай Джанакакис родился на острове Крит в 1890 году. Первые симптомы мучительной, неизлечимой проказы, которая сопровождала его до самой смерти, появились у Николая еще в раннем детстве. Когда болезнь стала все больше распространяться по телу, Николай по рекомендации одного из архиереев Александрийского патриархата в 1914 году отправился на остров Хиос и поступил в местный Лепрозорий. Вскоре состоялся и его монашеский постриг с именем Никифор. Здесь он прожил 43 года. В 1957 году практически слепой и прикованный к постели старец был переведен в противолепрозную станцию святой Варвары в Афинах. Святой приставился ко Господу 4 января 1964 года в возрасте 74 лет. Еще при жизни преподобной, переносивший свои страдания с крайним смирением и в непрестанной молитве, стяжал множество благодатных дарований, одним из которых был дар утешения скорбящих. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение Иси Крестное. Благодать и Святаго Духа, ограбление воды, Иси Освященное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение Иси Крестное. Благодать и Святаго Духа, окрабление воды Иси Освященное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. После установки купола на кровь храма его настоятель, отец Дмитрий Мошкин, сообщил, что по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха и по договоренности с братьями Святой Горы Афон и скелии скита Великомученика и Целителя Пантелеимона в пасхальный период будущего года будет передана часть мощей преподобного Никифора для постоянного их пребывания в новом храме. Ожидается, что полноценная богослужебная жизнь в этой церкви начнется в конце ноября. Музей истории православия на земле Кузнецкой постоянно вносит обновления в свою экспозицию. В этот раз оно посвящено священническим династиям, представленным в нашей области. По доброй традиции, 20 октября в торжественной обстановке состоялось знакомство гостей с новыми стендами. На них представлены генеалогические древа династий священнослужителей Кузбасса, в том числе митрополита Аристарха Смирнова, первоуправляющего Кемеровской пархией архиепископа Сафрония Бучко, династий священнослужителей Валикжанина Демченко и Бекаревич Курлюд. Митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх отметил, что главная задача этой экспозиции – сохранить историческое, духовное и культурное наследие, которое подвижники благочестия оставили после себя. И поделился семейным преданием. Когда владыка Евлоги был еще школьником, его звали Юрий, как вы знаете, учился в городе Кемеровской школе и ходил поломарить знаменский храм, которого сейчас, конечно, нет, он был разрушен в свое время, находился не на том месте, где кафедральный собор, но тем не менее. И вот в этот же храм в свое время, когда приехал в Кузбасс, известная подвижница благочестия, она уже местно чтима, а с указанной и коронизованной даже святая монахиня Раиса Кребушенкова. Это был человек очень поздравливый. И вот однажды, когда юный Юрий и панамарил в знаменском храме, то она сказала в присутствии его родителей и еще несколько присутствующих родственников, что это будущий архивий. Этого не слышал. Владыка, конечно, ему уже позже другие передали. Вот это пророчество, оно, как видите, исполнилось. Кто бы мог сказать, глядя на юнца, который еще только начал в школу ходить, что в его жизни произойдут такие события, когда не было никаких жизненных перспектив, и когда архиерейцы все находились в Москве, может, не поймали, не в Сибири, на таких окраинах от столицы нашего государства. В ходе торжественного открытия Владыка Аристарх отметил заслуженными наградами создателей экспозиции. Руководители музея Ольги Ивановну Шалабанову, благотворителей, внесших в свой вклад, и работников информационно-издательского отдела, принимавших активное участие в оформлении выставки. Музею митрополит передал настоящую казачью шашку и нагайку, которую ему преподнесли казаки во время визита в Ростов-на-Дону. В это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной о имени Русь. Экскурсовод музея Анастасия Гайдукова представила династию правящего архиерея митрополита Кемеровского и Прокупьевского Аристарха, семью Смирновых. С ранних лет Владыка видел перед собой пример истинно-христианской жизни своих дядей. В частности, представленных вкладанной фотографии Игумен Ивлогий, нынешний митрополит, бабушка Наталья Петровна, покойная монахиня Надежда, притерей Вадим Смирнов, ныне Игумен Никон, и сам Вадим Анатольевич Смирнов, известный нам Владыка Аристарха. Затем подробно о своих семейных династиях с демонстрацией фотографий и даже фильмов рассказывали представители династии Будько, Демченко и Курлюд. Владыка Сафроний в миру Дмитрий Иванович Будько родился 3 октября 1930 года в деревне Бордевке Брестской области в семье глубоко верующих родителей. Назван он Дмитрием в честь святителя Дмитрия Ростовского, память которого совершалась на следующий день, 4 октября. Его отец Иван Осипович Будько, 1905 года рождения, занимался сельским хозяйством. История династии Валикжанина-Гдемченко на сибирской земле начинается с Прокопия Георгиевича Валикжанина и его супруги Александра Никитичной, которые переехали в святки в Сибирь, в Столыпинской реформе в 1906 году. Семья относилась к сословию крестьян. Прокопий Георгиевич был малообразован, но рабочащий и очень верующий человек. Он подвязался старости в церкви села Александровка и много трудов положил на сохранение и укрепление веры в сибирском крае. Финалом события стала семейная фотография. 19 октября в 80-й Кемеровской школе состоялся большой серьезный разговор о счастье, вере и неверии. В обсуждении предложенных тем принял участие митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, руководитель волонтерского движения Кемеровской епархии Иерей Михаил Пышинский, педагоги и ученики учебного заведения. Вот если вы спросите какого-то человека, что вы хотите в жизни, могут быть разные ответы. Один, может быть, скажет, я хочу быть богатым человеком, предпринимателем удачным. Другой скажет, я хочу быть президентом страны. Третий скажет, ученым. Четвертый скажет, я хочу иметь хорошую семью, быть процветающим человеком. Ответов может быть множество. Но вот если привести все эти ответы как бы к общему знаменателю, то его можно свести к одному. Я хочу быть счастливым. В беседе, которая прошла в рамках сотрудничества школы с епархией по духовно-нравственному воспитанию молодежи, владыка отметил, что темы счастья и веры неотделимы друг от друга. Для того, чтобы не сбиться с пути к мечте и счастью, необходим компас, который при сотворении человека Господь вложил в саму его природу. Этим компасом является врожденное нам нравственное чувство. Обратите внимание, где бы человек ни жил, как бы он ни воспитывался, каким бы языком он ни говорил, в каком области он ни находился, всегда обладает этим чувством. Потому что грех какой-то беззакония больно отражается в сердце человека. Эту боль мы называем голосом нашей совести. То есть, когда мы с вами поступаем плохо, об этом нам сразу же говорит этот внутренний голос. Он называется голосом совести. На религиозном языке это голос Божий, который звучит внутри каждого человека. К сожалению, многие научились заглушать этот голос, избавляться от него с помощью выпивки, наркотиков, циничного отношения к вопросам нравственности. Итогом такого отношения может стать утрата того счастья, о котором человек для себя мечтал. Потеря смысла жизни. В качестве иллюстрации митрополит Аристарх прочел стихотворение Александра Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», написанное им в один из сложнейших периодов жизни поэта. И вот когда эти стихи были опубликованы, то их прочитал митрополит московский Филарет Дроздов. По сути дела, он тогда был главой русско-православной церкви. Это был очень талантливый человек в многих направлениях, в том числе и в Боэзии. И вот когда он прочитал эти станции Пушкина, то он ответил по этому собственному стихосложению. Он написал следующее. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана, не без правды и не тайна на печали осуждена. Сам я своим равной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал». Обсуждение глубокой темы завершилось своеобразной пресс-конференцией, на которой вопросы владыки поступали как от учеников, так и от педагогов, что еще раз подтвердило высказанное в самом начале встречи утверждение. Тема счастья волнует каждого. «Говорят, что счастье не в деньгах. Что лично для вас счастье, как нравственная категория?» Если говорить о материальном и о духовном, то порой возникает вопрос, если вас правильно понял, чему отдавать предпочтение, что более надежное, духовное или материальное составляющее. Конечно, не в деньгах счастья. Но это не значит, что церковь отрицает напрочь необходимость денег и материальный благ. Нет, это совсем не так. Вот если мы будем строить свое счастье только на материальной конструкции, на фундаменте, то ведь, знаете, когда человек строит что-то, что такое фундамент? Это самое главное, потому что на нем будет стоять все здания. И он должен быть очень надежный, должен быть очень устойчивым, пророчным должен быть. Правда? Там любой строитель скажет, если фундамент вдруг начнет шевелиться или будет неустойчивым, все здание моментально разрушится. Нет фундамента, не будет и здания. Так вот, относительно материального, что может более надежным оказаться, скажем, для жизни человека экономика или духовность? Вы, наверное, все знаете, что и средства массовой информации ежедневно передаются вести с так называемых экономических разных полей. Взлеты, падения индексов, курсов, нефть меняет цены постоянно, так, золото. Можно ли в таком непостоянном, меняющемся фундаменте строить благополучие даже это и время для нашей материальной жизни? Очень трудно, но порой невозможно. Вопросы, которые задавали дети, серьезность, какой они выслушивали ответы, показали, что проблему морали и нравственности современную молодежь волнует и ничуть не меньше, чем нынешних взрослых. Может быть, просто самим взрослым нужно чаще об этом говорить или приглашать на подобные встречи людей, которые сумеют доходчиво объяснить сложные вещи и заставить задуматься о серьезных, основополагающих в жизни каждого человека постулатах. Уважаемые телезрители, нам важно каждое ваше мнение. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok